Примете, счастье, субначка не ждуля, и посмотри, какой спутник освещает ночное небо планеты Б-45-46. Вроде бы так эта планета называется. В общем, очень красиво. На фоне всего этого пингвин вон ходит. И всё это освещается при помощи нашего морехода. Ладно, хорош любоваться красивыми видами. Эй, хватит чирикать, я тут записывать пытаюсь вообще-то. Это ты чирикнул? А ну иди сюда, ой, зря я, наверное, это сделал, сейчас меня кусать начнут. Ай-яй-яй, не подходи ко мне, у меня есть твой пингвин. Если ты ко мне подойдёшь и укусишь, я его сброшу в воду, понятно? А, уже пофиг, да? Он куда-то ушёл. Твой отец кинул тебя. Так что отправляйся в подводное плавание. Вот это я злый день, пищукастый. Так, ладно. Значит, поднимаемся наверх, и будем сейчас планировать сегодняшний наш день. Сегодняшнюю нашу с тобой вылазку. Ну, во-первых, я хотел с тобой разведать новые территории, где мы ещё не были. А для этого нам нужно посмотреть карту. Что мы сейчас, собственно, и сделаем. Так, значит, открываем карту. Где наша карта? Вот они, карты. Значит, здесь мы были, здесь мы были. А, нет, стоп, здесь мы не были. Я спутал это место с шахтами. Но шахты... Вот дельта, вот шахты, вот шахты. А здесь точно мы не были. Здесь мы были. Короче, идём на ФИ. Да, вот, шахты Копа. Раскопки материалов мы там были. Омега... Вот, центр робототехники ФИ. Инженерии и робототехника. Идём туда. Но, так же... А, подожди. Прежде чем пойти, надо чипсы. Чипсы. Обязательно чипсы сожрать. Без них день пойдёт на смарку. Чипсуль? Ммм, прекрасно. Пойдём на улицу, я расскажу тебе наш дальнейший план. О, какая красота. То была буря, снег шёл, а теперь всё розовое. Рассвет. Или закат. Не, рассвет, рассвет. Короче, в прошлой серии я обещал тебе сделать краба. Я сам себе тоже обещал. Так что, сейчас посмотрим, что нам для него нужно. Мы же уже все чертежи собрали, так что... Фигня вопрос. Где у нас тут стыковочный модуль? Его обязательно надо сделать для краба. Вот он. Пласталевый слиток, расширенный комплект проводов и свинец. Три штуки. Ага. А сам краб? Слиток, энергоячейка у нас есть. Эмалевое стекло и микросхема. Эмалевое стекло. Всё остальное как бы есть. Эмалевое стекло. Надо подумать, что там на него нужно. О, гай. О, буря начинается. Ёк, макарёк. Надо сваливать, а то замёрзем. Чё, куда греться? На базу? Хотя нет, подожди. Какая база? У нас же мореход есть. К тому же у нас там и ресурсы. Причём прилично ресурсов. Но прежде нужно закрепить краба. Чё-то я запутался. Куда мне? Ни сюда, ни сюда. А, вот, чертежи. Тут краб у нас. Да, тут все чертежи. Вот он, крабик наш. Всё, закрепил. И я надеюсь, что, может быть, обезьяны мне принесут какие-нибудь минералы или ресурсы для него, для нашего крабика. Фигулины. Господи, как это неудобно, когда ты жмёшь, чтобы открыть, а ты хочешь переименовать ящик. Это капец как неудобно. Очень бесит. Ну вот и опять. Значит, по ресурсам. Всё, фигня, ничего нету. Придётся на базу лезть. Значит, эмалевое стекло, вот. А, для него у меня всё есть, только стекло нужно. А для стекла кварц нужен. А кварц у меня нема. Пласталевый слиток не беда, просто титановый слиток нужно сделать. Всё ясно. Чё по микросхеме? Я вечно забываю. В принципе, элементарные вещи. Вот, образец пластинового коралла и золота. Пластиновый коралл у нас есть, а вот золотом, по-моему, у нас беда. Титана сейчас побольше заберу. Медная руда пускай лежит. Сейчас сделаем с тобой слиток. Сперва титановый слиток. А из него сделаем пласталевый слиток. Вот такой вот. Всё. Одним ингредиентом меньше. Энерго ячейка у нас есть прямо на корабле-мореходе. Я сейчас её заберу. Единственное, вспомнить, куда я её сунул. По-моему, сюда. Вот, энерго ячейка. Берём разряженную. Потому что заряженную, ну, какой идиот будет заряженную использовать, правильно? Получается, эмалевое стекло и микросхема. Всё. Плывём на базу за коралловыми этими шницелями. Я передумал плыть. Я ленивая задница, поэтому просто доплывём пару метров на мореходе. К тому же он слишком далеко у нас стоит. Надо поближе его перепарковать. Вот. Вот это другое дело. Чудно. Вылазим. Кстати, по поводу вылазивания из морехода. Я тогда говорил, что это капец неудобняк. Вначале ты выходишь из руля, а потом ты выходишь из морехода. Раньше ты просто из руля вылазил и как бы сразу одновременно из морехода. А мне говорят в комментариях, ну, блин, а как ты тогда будешь по мореходу ходить? Ну да, как бы. С другой стороны ты по мореходу ходишь, и это очень комфортно. Но тут, как говорится, либо ты жертвуешь комфортом и быстро вылазишь. Либо наоборот. Блин, прикинь, у меня нету кварца. Серьёзно? У меня нету кварца? Он же был. Абзац. Вот, кварц один есть. А мне надо, по-моему, два для стекла. Да. Да-да-да, два кварца. Капец. Ладно. Придётся за ним сплавать. Не страшно. Кавабунга, буль-буль-буль, пошли нырять. О, опять погода поменялась. Вот что мне на этой планете нравится, что тут каждые полчаса разная погода. Чпуньк. Так, значит, кварц. Где ты у меня? Где тебя искать? Обычно кварц есть в каких-то пещерах или расщелинах. Собственно, туда мы и плывём. Обязательно там что-то должно донайтись. Если что, прибегнем к нашему уникальному оборудованию по поиску ресурсов. Во-во-во, отличная расщелина. Здесь по-любому должен быть кварц. Я вот почувствую. Минерал-искатель, иди к папочке. Ты мне очень нужен. О! Сразу показывает, что... За спиной был! За спиной! Классно. Всё. Кварц у нас есть, но в пещере есть ещё кварц. Я должен его собрать весь. Потому что он нам пригодится. Сейчас. Сейчас весь найду, и тогда будем всплывать. Я не могу просто уйти из этой пещеры, когда знаю, что тут есть кварц. Отлично. Четыре кварца. Это классно. Где-то ещё есть. Чёрт. Я так точно отсюда не уплыву. Где же ты? Куда ты спрятался? В прятки с кварцом. Ты играл когда-нибудь в прятки с кварцом? Нет? А я вот играю. Что, что у меня есть? Детектор и сканер кварца. Вот ты где спрятался. Маленький кристальчик. Всё. Кварца у нас в достатке. И это позволит нам сделать стекло. А из стекла мы сделаем эмалевое стекло. Шикарно. Производить мы всё это будем в нашем мореходе. Давай сейчас запомним, сколько у нас энергии. 53%. К чему это я? В комментариях мне писали, что когда я что-то произвожу в мореходе, энергия тратится. Там несколько процентов уходит на это всё. Вот я произвёл две вещицы, и мы сейчас посмотрим, сколько энергии теперь. 52%. Получается, на каждый производимый предмет у нас тратится 0,5% энергоячейки. Ух ты. Чё это у меня за погода в мореходе? А, град пошёл. На улице град. И в мореходе тоже град. Пробивает крышу мою град. Прикольно. Значит, что дальше? Эмалевое стекло мы сделали. Микросхема. Для микросхемы нам нужен образец пластиничного коралла. Он у меня есть наверху. И золото. А золото у меня, я помню, что я его весь потратил. Весь. Всё. Всё золото я потратил. Но я на всякий случай проверю. Потому что склероз это дело такое. Я полчаса хотел сказать. Буквально пять минут назад я шарился по ящикам и забыл. Забыл посмотреть золото. Вдруг оно там есть. Грусь, печаль, обида. Мы снова отправляемся в глубоководное плавание. Золота у меня нема. Я всё просрал. Но зато коралловые пластины эти взял. Коралловые шницели, как я их называю. О, ясное погодище. Только что заходил в свой бунгер, шла метель. Теперь светло, ясно. Обожаю эту погоду. Я уже это говорил, я знаю, но ничего страшного. Так. Золото, значит, ищем. Надо прибегнуть к нашему минералоискателю. Но золото в чистом виде у нас, по-моему, нет залежей нигде. Они у нас находятся в каких-то этих... В камнях. Да, золото просто так мы не найдём, походу. Спустился на глубину 380 метров. Я вообще, шипсданулся по полной программе из-за этого золота. Золото меняет людей. Ради него погибает. Спасибо, что повестил о том, что у меня прошёл сушняк. Сожрал какой-то грибок и восстановил запас воды. Значит, продолжаем искать золото. Я индиана... Что это? Золото в чистом виде, прикинь. На глубине 388 метров. Я нашёл его. Круто. Надо отсканировать его. Почему-то оно у меня не отсканировано, что странно. Так, я не понял. А, ву... А, рудная жила. Всё понятно. Я нашёл руду. Золотую руду. Поэтому она тут в чистом виде. Нашёл две золотых. Не монеты, а руды. Я совсем забыл про грави ловушку. Сколько всякого она наловила. Одна рыба, правда. Ни одной руды. Ни минералы. Ладно, погнали. Погнали мастерить. Я улавливаю сигнатуру важного предмета, принадлежащего моему народу. Я передам его местонахождение. Хорошо. О, отлично. Да-да-да, спасибо, ассистент. У нас появилась новая цель. У нас новая метка архитектора. Пришёл на базу делать микросхему. Вспомнил, что золото-то я сюда скинул. Сейчас. Сюда где-то... Да, вон оно, золото. Забираем его. И делаем, наконец-то, эту долбанную микросхему. Жить, короче, на два дома, это очень сложно. Особенно, если у тебя ресурсы и тут, и там. Ты постоянно забываешь, где у тебя определённые ресурсы хранятся, и тебе нужно мешкаться. Зачем я тебе... Зачем я тебя поднял? Ну скажи. Ну скажи, зачем я тебя поднял? Ладно, сейчас спокойно. Не переживаем, не паникуем. Чё-то какая-то паник. Надо отключить кнопку паник и не паниковать. Давай. Хватит дёргаться, заходи. Держу себя дома. Всё, делаем краба. Давай, let's go. Погнали. Да стоп! Почему у него... Там столько простора, столько места. Тебя чё смущает мой этот... Мореход? Подумаешь, на него бы упал краб. Ничего страшного не было. Хорошо. Хорошо. Здесь куча места. Давай. Делаем. Крабик. Пожалуйста, стройся. Ура! Всё, он строится. Красавец наш. А, нет, 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 нет. Стоп, стоп, стоп. Я хочу посмотреть, как он плюхнется. Я хотел заплыть к мореходу, но нет. Я хочу посмотреть, как он плюхнется. Бэдэй! И краб наш ушёл на дно. Он скрылся во тьме. Краб на дне. Круто. Так, значит, теперь мне нужно собрать стыковочный модуль. Фиксируем это, отключаем. Ай, пурга началась опять. Пошли скорее. Ай-яй-яй, пить хочу, пить хочу. Водицы, напицы дайте мне, пожалуйста. Где моя... Вот она. Вот она моя кровеловушка. Забираем пузырей. Чёрт, я сейчас сдохну от обезвоживания. Пить-то хочется. Погнали скорее делать водицы. Водицы срочно нужно мне. Отлично. Сейчас будет вода. Выпиваем. Бухаем и идём делать стыковочный модуль. Да. Знаешь, такой звук, как будто ты чай горячий подтягиваешь. Вот сейчас слушай, как она выпьет его. Вот этот вот звук. Вот этот звук. Так. Пойду ещё возьму пару рыб. Потому что скоро захочется кушать. И этих рыбок запеку. И втихаря сожру. Иди сюда. Всё. Я думаю, что несколько штук таких. И вот пузырёк обязательно. И глазастик заберу. Это на десерт будет. Всё, чудно. Поплыли к крабу. У меня есть для него интересная штучка. Которую я нашёл в шахтах. Ой, красавец ты какой. Так, значит. Вот эта штучка. Эта штука даёт нам улучшение для реактивного ранца. Костюма краба. Я её стырил в шахтах. И если ты не видел, как это было, то обязательно посмотри предыдущую серию. Всё. У нас теперь улучшенный ранец. Можно заселяться. Добро пожаловать на борт, капитан. Круто. Мы снова на корабе. Обожаю. Вот это мой самый любимый транспорт в субнатике. Я в первой части из него не вылазил. Когда он у меня появился. И, наверное, во второй части я тоже из него не буду вылазить. Чудно. Так, давай проверим наш с тобой этот ранец. Погнали. Всё вроде бы летается, ускоряется. Только что-то как-то не так. Во, 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 во. Ускорение работает. Всё. Всё, ништяк. Энергия тратится. Но она и восстанавливается довольно быстро. Ага. О, кстати, знаешь, что я вспомнил? Очень много было комментариев о том, что... Ну вот, я же тебе писал про это. Но почему ты не читаешь? Почему ты топ? Почему ты всё? Короче, в комментариях куча раз уже писали, что... Можно отстёгивать руками и пристёгивать вот эти модули в мореходах. Я всё это читаю, ребята. Но не переживайте вы так. Вот. Вот так вот мы руками берём и пристёгиваем. Ого. Я сразу зашёл в свой мореход. Я плаваю по своему мореходу. Моё личное джакузи. А как мне выйти-то отсюда? Подожди. А, вот. Я, то есть, зашёл теперь. Всё, выходим. Короче, если я не показываю это или не комментирую определённые комментарии, это не означает, что я его не прочитал. Все комментарии читаются. Я всё это смотрю, всё изучаю. Просто бывает... Комментариев очень много, и я не всё вижу. Но спасибо, что ты эти комментарии оставляешь. Это очень ценная информация, и я всегда её использую, когда читаю. Ну, в смысле, когда я прочитал комментарии, я обязательно это использую. Просто иногда я это не показываю на видео и не комментирую никак. Так что, вот. Пиши комментарий, всё читайте. Пришло время поднимать нашего крабища со дна. Я хочу его посадить на огромную льдину. Сейчас попробую это сделать. Мы же залетим на неё, правильно? Оу, да! Вот это мощь! Главное, не раскалывать льдину. Вроде она нас выдержала. А давай на мореход запрыгнем. Хе-хе-хе. Утопил мореход. Круто! Круто! Краб на мореходе. Оседлал краб морехода и помчался вдаль. Хорошо. Давай я здесь ещё оставлю краба. Посмотрю его со стороны. Какой он мощный. А, да, точно, он же присаживается каждый раз, когда я с него вылажу. Классно. Так. В принципе, я все материалы уже собрал для нашего стыковочного модуля. Осталось только сделать совсем чуть-чуть. Сейчас. Вот, золото забираем. Делаем микросхему. Малый комплект проводов у меня уже есть. И делаем из всего этого большой комплект проводов. Вот такой вот. Всё шикарно. Пойдём модуль стыковочный делать. Сейчас как забамблю, закреплю и поеду на точку архитектора. Сделайте мне, please, стыковочный модуль. Ну, тыкайся давай. Стыковочный модуль. Да в смысле? Я тут краба собирал. Стыковочный модуль, он не такой большой. Чё за фигня? Да ё-моё, я собрать хочу эту штуку. Почему ты на неё залазишь? Вот когда надо, она не собирается. А когда не надо, она в карман лезет. Долбанная штука. Вот мне вот этот момент тоже не нравится. Во, наконец-то. Когда ты хочешь залезть, ты её случайно в карман кладёшь. Вот дурацкая система. Всё, вот здесь вот должно всё сработать. Всё должно у нас построиться. Давай! Модуль и стыковочный модуль. Короче, я подумал, что пришло время сделать уже стыковочную базу. Где она у нас тут есть? Надо посмотреть, что там для неё надо. Стыковочная база. Это здесь... О! Стыковочная шахта. А, вот как она называется. Короче, у меня всё есть, за исключением... Да всё у меня есть, в принципе. И смазку легко достать, и слитки, и... Свиньес, по-моему, там нужен был. Ну что? Как писали в комментариях, я хватаюсь ручками за эту штуку. Ой. Кажется, я утопил модуль своими руками. Вот, я хватаюсь ручками за модуль. И тарабаню его к нашему мореходу. Будем цеплять. А потом будем цеплять нашего краба. Так-так-так. Шпуньк. Всё закрепилось. Шикарно. Единственное, что теперь я не смогу заходить через чёрный ход в мореход. Это обидно, конечно. Это было очень удобно. Но... Теперь он... А почему ты встал, краб? Почему ты встал? Ты же сидел на корточках, на жердочках. Чёрт. Ладно. Не проблема, я всё равно в тебя залез. Падаем на мореход. Надеюсь, это не сильно его ломает. И теперь стыкуемся. Пристыкуйте меня, пожалуйста. Во-во-во. Пристыковались. Здорово. Как это классно смотрится. Машина с машиной. Мощно. Две техники в одной. Очень эффектно и очень классно смотрится это всё. А если тут ещё будет аквариум пристыкован? А, балдёж. Пойдём в дальнюю комнату, посмотрим, как это всё выглядит. Это что такое? Отстыковать. Ну, давай попробуем отстыковать, посмотрим, как он упадёт. О-о-о, здорово. Офигеть. Тут люк есть. Можно через этот люк вылезти. Ну, ладно, хоть люк оставили, слушай. Дверь убрали, но люк оставили. Лук. Люк. Скайуокер. Всё, короче. Пристыковываемся. И погнали на новую точку архитектора. Надеюсь, что мы туда доплывём. Только сперва водички сделаем. А то сушняк подкрадывается уже. Хоть и половина ещё есть водяного запаса. Но сушняк быстро настаёт. Достаёт, настаёт. Чёрт, рыбу засолить хотел. Но нет у меня соли. Нету. Ладно, съедим это. Короче, запомни, что солёная рыба, она не портится. Так быстро, как приготовленная обычная рыба. Да. Соли у меня здесь нету нигде. Печалечка. Ну, ладно, всё. Значит, без солёной и сушёной рыбы погоним. Let's go! Вау! Весь комплект у меня есть. Единственное, что теперь надо быть очень аккуратным и с поворотами, и с прохождением узких проёмов. Надо, кстати, ещё посмотреть усиление для краба. Усиление для краба. Где же ты у нас, краб? О! Орган архитектора, скелет архитектора, ткань архитектора. Нифига себе. Скелет архитектора мы уже можем сделать. Нам нужно вот эти вот материалы собрать и всё. Круто. Очень круто. Но мы не нашли органы и ткани. Ладно. Чё по усилениям краба? Где усиление краба? А, вот, смотри. Модуль глубины погружения для краба. Эмалевое стекло есть, рубинное у нас дофига. Синтетические волокна. Синтетические волокна. Такого у нас нету. Синтетические волокна я могу делать, но нам нужна вырезка спиралевика. А где такой спиралевик? И что это? Растение или животное? Давай-ка я посмотрю по своей базе данных. И в живности, и во флоре, и в фауне посмотрю. Где такие... Сканировал ли я вообще такое? В общем, ни в флоре, ни в фауне я не нашёл спиралевика. Это говорит о том, что я его не сканировал. И, возможно, даже не встречал. Так что нам предстоит его найти. Ну, а мы отправляемся к артефакту архитекторов З-13. И что нас там ждёт, ты увидишь в следующей серии. И чтобы её не пропустить, обязательно подпишись на канал, если ты ещё не подписан. И поставь лайк этому видео. Ну, а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok